Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня в руках легендарная, не побоюсь этого слова, зажигалка Zippa. Я предлагаю выяснить, действительно ли эта зажигалка является ветрозащищенной? Может ли она гореть на ветру? И уступают ли ей в этом обычные одноразовые или турбозажигалки? Давайте узнаем. Итак, какие зажигалки будут участвовать в нашем сегодняшнем эксперименте? Ну, во-первых, это конечно же Zippa. Причем Zippa настоящая, не подделка. Не раз она уже принимала участие в наших экспериментах, после одного из них даже серьезно пострадала. У нее вышло из строя кресала и пришлось ее ремонтировать по гарантии. А заодно убедились, что на зажигалке Zippa действительно действует пожизненная гарантия. В сервисном центре нам поменяли инцерт целиком и ни копейки за это не взяли. Ссылки на ролики разместим в описании. Кому интересно, кто не видел, можно посмотреть. Для сравнения возьмем еще одну бензиновую зажигалку. Она без названия, без рода, племени и флага. Сделана, скорее всего, в Китае. Здесь даже страна-производитель не указана. В общем, проверим, как она себя покажет в сравнении с оригинальной Zippa. Посмотрим также, как держат пламя на ветру самые обычные одноразовые зажигалки. Крикет и Биг, я думаю, достаточно. Это чисто так, чтобы узнать, вообще держат ли они хоть какой-нибудь ветер или нет. И в качестве альтернативы бензиновым ветрозащищенным давайте проверим турбозажигалки. Две зенги, одну такую и другую такую. Это уже, конечно, больше горелка, но не важно. Некоторые экстремалы и такие с собой таскают. И возьмем еще вот такую веселую турбо от компании Люкслайт. С зажигалками разобрались, пару слов о топливе. Газовые зажигалки я не трогаю, они все заправлены. А вот о бензине пару слов сказать стоит. Zippa я заправлю фирменным топливом. Ну а эту вот таким, чтобы все было по-честному. Какая зажигалка, такое и топливо. Просто, чтобы было понятно, почему я так поступаю. Эта зажигалка на момент выхода ролика в интернет магазинах стоит 2900 рублей. Эту я купил в рыболовном магазине за 180 рублей. Флакон бензина я брал за 400 рублей. И как-то лить топливо, которое стоит дороже самой зажигалки, ну, по-моему, это неправильно. Вот. Полтинничек. Реально, не шучу. 50 рублей. Брал в том же рыболовном магазине. Горит, коптит. Ну, в общем, топливо для настоящих экстремалов. Итак, как проверить, является ли зажигалка ветрозащищенной? Первое, что пришло на ум – это взять зажигалки, пойти на улицу и посмотреть, горят ли они в ветреную погоду. Идея оказалась, на самом деле, так себе. Крикет и Биг то горели, то не горели. В общем, вели себя неоднозначно, ну, так скажем. Зажигалка без названия горела и коптила исправно. Зиппа тоже горела, только не коптила. Разница в топливе, конечно, сказывается. А вот пламя турбозажигалок на улице было совершенно не видно. Погода была хоть и пасмурная, но все равно слишком ярко. Еще этот последний мартовский снег. В общем, судить о том, горит зажигалка или нет, можно было только что-нибудь поджигая. Вообще, в тот день ветра практически не было. Специально взятый с собой анимометр показывал крайне низкие значения. Пол метра в секунду, метр в секунду, ни о чем в общем. Нужно было придумать что-то другое. Вторая мысль, пришедшая по пути домой, была в вентиляторе. Наклеил я на стол полоску скотча, чтобы обозначить точку для замера. Поставил зажигалку, включил вентилятор и стал думать, что делать дальше. Бензиновая зажигалка без названия тоже горела исправно, даже не коптила особо. Горелка зенга всем своим видом показывала, что вентилятор ей не страшен. Маленькая зенга тоже работала исправно. Пламя не очень хорошо видно, но горит ровно. Турбо от люкслайта горела. А вот биг. И крикет вентилятор поборол. Скорость движения воздуха от вентилятора в точке замера была два с небольшим метра в секунду. В общем, что можно сказать. На первый взгляд, казалось бы, задача выполнена. Опыт показал, что два метра в секунду крикет и биг заставляют гаснуть, а зипа и турбозажигалки его практически не замечают. Но есть одно небольшое НО. Если такими темпами пойдет и дальше, то мне уже даже станет немного стыдно. Представляете, я не знаю, при какой скорости ветра, ветрозащищенная зажигалка должна обеспечивать поддержание пламени. Пробовал найти в инете там, ветрозащищенная, ветроустойчивая, ветрозащитная зажигалка. Не нашел. Смотрел ГОСТы. Пара слов о ветроустойчивых зажигалках есть в ГОСТ R51627-2000. Но там говорится только о высоте пламени. О скорости ветра ни слова. В общем, как понять, держит зипа ветер или нет, и какой? Два метра держит, выяснили. А если больше и на сколько? После небольших раздумий было принято решение купить воздуходувку. Теперь-то мы точно выясним, какой ветер способно выдержать зипа. Заодно и турбозажигалки проверим. Итак, сопла воздуходувки в одном метре от зажигалки. Регулятор мощности воздуходувки на единицы. Зажигалка зипа оригинал. Скорость движения воздуха уже повыше, чем от вентилятора, поэтому зажигалки буду держать. Смотрим. Зипа ветер держит. Зажигалка без названия. Тоже держит. Крикет и бик можно уже, конечно, не проверять. Но чисто из уважения. Не, без вариантов. Смотрим турбозажигалки. Так, маленькая зенга уже не справляется. Горелка. А вот горелка ничего. Пламя держит стабильно. Турбоатлюк слайт. Пламя держит. Проверяем скорость ветра. Около пяти метров в секунду. Такой ветер выдерживают зипа, зажигалка без названия, горелка зенга и люкслайтовская турбо. Ставим двойку на воздуходувки и проверяем оставшиеся в строю зажигалки. Зипа ветер держит. Без названия тоже. Горелка зенга. Горелка зенга гаснет. Пробуем еще раз. А щас держит нормально. Не, не держит. Я считаю, зажигалка должна держать ветер хотя бы пять секунд. Тогда зачет. Пробуем люкслайт. Люкслайт, видим, нормально горит. Измеряем скорость ветра. Скорость ветра в районе шести с половиной метров в секунду. Отлично. Добавим еще одну единичку мощности воздуходувки и продолжим. Зипа пламя держит. Не коптит. Нормально все так. В общем, название ветрозащищенное оправдывает. Зажигалка без названия. Сильно коптит. Искры летят так конкретно. Но пламя держит. На такой мощности горелка зенга гаснет сразу. Если раньше она хоть недолго пламя держала, то сейчас... Стоит воздуходувке разогнаться, как все. Сразу гаснет. Ну что ж, остался люкслайт. Как она себя покажет? На самом деле, какие-то просто неожиданные результаты показывает люкслайтовская турбо. Она реально держит такой ветер. Да, кстати, надо посмотреть какой. Боковой ветер больше восьми, даже ближе к девяти метрам в секунду, три зажигалки выдержали. Точнее не выдержали, а обеспечили поддержание пламени. Ладно, переведем воздуходувку на четверку и попробуем еще раз. Такая у нас борьба на выбывание получилась. Должен остаться только один. Итак, зипа. Нет, все. Воздуходувка сильнее. Пробуем еще раз. Контрольный замер. Это уже за пределами ее возможностей. Ну и ладно, смотрим зажигалку без названия. Вот он ее шанс обойти легенду. Шансом воспользоваться не получилось. Нет, тут без вариантов. Ладно, выяснили, а теперь давайте попробуем люкслайт. Как она себя покажет. Она реально держит пламя. Все это что-то с чем-то. Пробуем еще раз. Да, держит. Зенга погасла, зипа погасла, а люкслайт продолжает держать пламя. Ну что я могу сказать? Давайте посмотрим скорость воздушного потока, которую выдает воздуходувка на четверке. Более девяти с половиной метров в секунду. Что можно сказать, подводя итоги нашего эксперимента? Я думаю, никто не будет спорить, что зажигалка зипа по праву считается ветрозащищенной. Боковой ветер скоростью восемь с половиной метров в секунду она держит. По шкале Боффорда это пять баллов. Ветер такой силы называется свежий. Но нужно отдать должное и ноунеймовскому аналогу, который тоже боковой ветер восемь с половиной метров в секунду отлично держит. Дымит, коптит, искры пуляет, но пламя держит. И просто нельзя не отметить люкслайтовскую турбо. Девять с половиной метров в секунду. Это на метр в секунду больше, чем держала зипа она выдержала. Немного тут оплавилась, правда, в ходе эксперимента, но это простительно. Работоспособность свою сохранила. Как-то так. А на сегодня у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и хорошего настроения.